Здравствуйте! В эфире «Школа жизни». В начале этого года Белстат опубликовал данные модульного исследования, проведенного в Беларуси «Здоровый образ жизни и мы», где есть указания на то, что людей, подверженных стрессу, сократилось на 20%. Причем 95% опрошенных заявили, что в состоянии самостоятельно победить стресс, взяв себя в руки. Так ли все прекрасно на самом деле? И действительно ли стресс не страшен? Попробуем разобраться вместе. Если говорить о личном стрессе, то стресс – это напряжение. Это то, что напрягает каждого человека изнутри. Если говорить о стрессе у детей, то одна из весомых причин – это игнорирование ребенка как личности, игнорирование его потребностей. Если мы говорим о семейном стрессе, то чаще всего это результат дисгармоничных отношений между членами семьи. Чего-то недостает. Недостает взаимного уважения, взаимной поддержки и спокойствия в отношении друг друга. Как не переживать подолгу, как выходить из состояния таких длительных стрессов – об этом, конечно же, нужно говорить. Считается, что стресс в наше время – это, ну, в общем, что-то такое обыденное. Но медики с этим мнением не согласны. Они говорят, что стресс все же вреден для здоровья. И первое повреждение здоровья ребенок получает, находясь в утробе матери. Действительно ли это так? Стресс, он есть, и от него нельзя никуда деться. А вот реакция организма на этот стресс, особенно чрезмерная, да, она истощает организм, она повреждает организм. И вы правильно заметили, что все начинается еще в утробе матери. С точки зрения психологии стресс бывает двух видов. Он бывает и как отрицательный, разрушающий, так и положительный, созидательный. То есть иногда стресс помогает мобилизоваться человеку для того, чтобы решить какую-то задачу. То есть если он не длительный, если он кратковременный. Но если он длительный, то да. Что есть стресс? Это неумение владеть собой или болезнь? Дело не в умении владеть собой. А скорее я бы сравнила стресс. Для меня, как для психолога, он напоминает ожог. С ним бороться какой смысл? А вот сделать так, чтобы его не получить? Либо воспитать определенную устойчивость внутреннюю моральную к тому, чтобы знать, каким образом ты можешь устоять в сложных условиях. Вот это скорее похоже на закаливание. Это можно попробовать, да. Скажите, пожалуйста, как стресс проявляется в семейных отношениях? По-разному. Очень. Всегда есть в любой семье какие-то ситуации, когда людей что-то может не устраивать. Мы, в принципе, все разные. У всех разный характер. Невозможно всю жизнь прожить гладко. И очень хорошо, когда люди могут найти выход, люди стремятся найти компромисс. Тогда все компенсируется теми же теплыми семейными отношениями. Другое дело, смотри, еще кто за что переживает. Другое дело, когда стресс постоянный и отсутствие стабильности, отсутствие хороших взаимоотношений, отсутствие бережности в отношении друг к другу. Это, конечно, повышает тревожность и возникает хронический стресс. Слово стресс обозначает напряжение. То есть этот термин ввел канадский ученый Селье, позаимствовал его у физиков. Поэтому в семейных отношениях напряжение, в общем-то, наверное, всегда не очень комфортно. И как оно себя проявляет? Наверное, через конфликты. Да, вот как выглядит семья, подверженная стрессу постоянному? Или живущая в постоянном стрессе? Семья, которая постоянно находится в стрессе, я думаю, у них внутренний дискомфорт и внутренний конфликт точно есть. И они пытаются свой внутренний конфликт решить за счет другого члена семьи. И этот внутренний конфликт переходит во внешний. То есть, возможно, в таких семьях или невозможно, так и есть, конфликты, агрессия. Или, наоборот, уход от конфликта, замалчивание, игнорирование друг друга и так далее. То есть стресс может выглядеть по-разному. Семья в состоянии стресса может быть как агрессивно, так и подавлено. Вячеслав, вы можете выделить по внешним признакам семью, которая испытывает стресс? Ну, один из первых признаков – это, конечно же, состояние постоянных конфликтов, которые возникают по малейшим пустякам. Это, опять-таки, состояние натянутых, напряженных отношений. Вот такой внутренний уход, как протест одного супруга от другого, либо отцов от сыновей, родителей от детей. Если семья живет в стрессе, это однозначно влияет на ребенка. Вообще, развитие ребенка очень зависит от того, в какой атмосфере он растет, особенно первые два года. Внутриутробное развитие очень важно. И физическое здоровье матери, и психологическое здоровье матери, безусловно, очень важно. Но приходит ребенок в этот мир. И, кстати, это стресс для семьи. Да, рождение ребенка – это стресс для семьи. Но стресс без дистресса – двигатель прогресса. Если появлению ребенка семья готова, они ресурсные, они знакомы с тем, что им можно ожидать, они думали об этом, готовились, понимали, что их жизнь безвозвратно поменяется, воспринимают все эти изменения позитивно. И дарят ребенку чувство уверенности, спокойствия. И у ребенка формируется безопасная привязанность к миру. И формируется у ребенка в это время устойчивость к стрессам. По каким внешним признакам можно определить ребенка, испытывающего стресс, и взрослого, который живет в стрессе? Я как педиатр, когда вижу ребенка, я всегда могу базово определить, ребенок в хорошем состоянии или ребенок находится постоянно в состоянии стресса, конфликта. Он адекватно реагирует на диалог. Понятно, мы не ждем, что на незнакомого человека сразу обрушится какое-то внимание, улыбка. Но если младенец, даже младенец, спокойно смотрит на незнакомого взрослого, переводит взгляд на маму, видит, что она спокойна, то все хорошо, все будет адекватно. А если происходит все наоборот, мама встревожена, ребенок испуган, понятно, что адекватного уже и диалога не получится, даже визуального. Но есть еще и запредельные ситуации, когда мама кричит, мама откровенно орет, очень громко разговаривает, и при этом ты смотришь и видишь, что ребенок у него на руках, никак на это не реагирует, не пугается. Он уже просто адаптировался. Он просто адаптировался и привык. И для него это, к сожалению, норма жизни. Значит ли это, что он не испытывает стресс? Испытывает стресс, только у него уже даже сил физических на эмоции нет. Поэтому это дети не просто в стрессе, это уже в жизни угрожающей, в опасной ситуации. Вот как выглядят дети в состоянии стресса, дети более старшего возраста? Дети в состоянии стресса будут агрессивны. Дети, которые все крушат, ломают, это дети тоже в состоянии стресса. И дети, которые тревожные, в состоянии стресса. Ребенок, который грызет ногти, вырывает волосы, ребенок в состоянии стресса. Более старшие дети, которые воруют, которые уходят из дома, это дети в состоянии стресса. Как много детей в состоянии стресса вам приходится наблюдать в школе? В каждом классе находится несколько человек, которые требуют постоянного педагогического внимания, немножко больше, чем остальные. Замкнутость очень часто является причиной тому, что ребенок просто панически боится взрослого того же учителя, боится других детей, не вступает с ними в контакты. Я думаю, это последствия этих очень сильных переживаний дома. От того, что общение очень часто доставляет неприятности, в отличие от нормальных отношений, которые всегда удовлетворяют эту естественную потребность в том, чтобы нормально общаться. Я бы еще раз хотела обратить внимание, что есть два вида стресса. Если мы возьмем, например, школьную жизнь ребенка, там каждодневных маленьких стрессов достаточно много. Вот грозит контрольная, или вот экзамен, это уже достаточно серьезное переживание. Вот он домашку просто не очень хорошо написал. Тоже стресс. Но это маленький, единичный. И его последствия ребенок потом может компенсировать, отдохнув дома. А вот то, что мы обсуждаем сейчас, по большей части, это результат какого-то хронического стресса. Это совсем другое дело. Хронический стресс действительно имеет вот такие пагубные последствия для организма. Он парализует нервную систему, ухудшает развитие и еще много-много последствий имеет. Это совершенно разные вещи. А учат ли в школе справляться с ситуативным стрессом? Вы знаете, в школе это уже поздно. Справляться с одномоментным стрессом родители должны научить ребенка. Это даже не научить. Ведь правильнее сказать, показать своим примером. Научить ребенка принимать свои эмоции. Потому что на любое событие человек реагирует эмоционально. Нужно сделать так, чтобы ребенок не боялся своих эмоций, умел их распознавать и принимать их. Это, говорят, эмоциональный IQ. На сегодняшний день в нашем мире технологии, в нашем мире информации, это один из очень важных навыков выживания. Социальный мозг ребенка или человека, он формируется внутриутробно и первых два года жизни. И от того, как относятся к ребенку, сформируется в это время его гормональный уровень ответа на любую раздражающую реакцию. Условно говоря, если ребенок любим, постоянно в заботе, принимаемый со своим плохим настроением, плохим самочувствием, со своими сомнениями, терзаниями, если он значимыми взрослыми принимается, он уверен в этом мире. И его реакция на изменения не настолько запредельна. Да, вырабатываются гормоны стресса, но они не истощают организм. А если такой подход к ребенку, ну, типа, родился, терпи, хочешь спать, усыпай, кричи, покричит, перетерпит. Да, некоторые говорят, надо дать ребенку прокричаться. О, конечно, он будет кричать, потом он поймет, что он истощен. Но он успокоится, но успокоится совершенно одинокий, обесцененный. И у таких детей реакции на любые раздражители запредельны. Уровень кортизола, который закладывается в раннем детстве, всегда будет повышен. Малейшее раздражение будет вызывать бурную реакцию у ребенка. И, конечно, подтачивать физическое здоровье. Поэтому, конечно, видно, в какой обстановке растут дети, как к ним относятся. И, конечно, видно, как их готовят воспринимать какие-то жизненные ситуации. И согласитесь, что школа, в которую дети идут в 6 лет, это уже немножко поздно. Фундамент закладывается раньше. И чтобы здание было прочным, красивым, надежным, все-таки нужно хорошо поработать с фундаментом. Да, мы сделаем потом косметический ремонт. И даже под евро. Но прогнивший фундамент, фундамент с трещинами, будет о себе давать всю жизнь. Я думаю, что школа тоже способна научить детей справляться со стрессом. Потому что в детском возрасте детская психика достаточно подвижна. И дети хорошо корректируются. В школе присутствуют страхи. Причем эти страхи присутствуют у всех. У детей перед плохой оценкой. У учителя перед руководством. Это вот у родителей за то, что ребенок не оправдает надежд. Школа – это благодатная почва для того, чтобы там постоянно эти стрессы рождались. Но и хорошо, если они еще там же и разрешаются благополучно. Вот мастерство не только школьного психолога, но нормального, достойного учителя, видя, что ребенок по-разному, уже дети относятся к оценке, правильно? К своим достижениям учебным. У всех разная мотивация. Но умение учителя распознать в ребенке, индивидуально подойти к тому, что ты этой оценкой можешь просто раздавить ребенка, либо наоборот, стимулировать его к тому, чтобы он еще лучше учился и старался. В этом мастерство педагога, не только психолога школьного. Вообще всем миром, все родители, учителя и дети должны здесь втроем работать над тем, чтобы учеба получалась, хоть и тяжелый труд, но тем не менее приносящая радость, удовольствие, познание и достижение каких-то в жизни целей. Может ли неустойчивость к стрессовым ситуациям передаваться по наследству? Скорее передается по наследству не реакция на стресс, а дети копируют поведение взрослых. Под кальку, под копирку идет повторение. То, что видел, так и реагируют. Говорят, они прокляты до седьмого поколения. Нет, они просто повторяют. Каждую реакцию и действия делают одинаковые, становятся похожими одно поколение на другое. Сегодня в здравоохранении говорят о необходимости ранней диагностики заболеваний, говорят о скрининге. Скажите, пожалуйста, а есть ли такое понятие относительно стресса? Безусловно, разработаны специальные шкалы. Правда, они разработаны не врачами, а психологами. Психологи нам рекомендуют опросники для выявления какого-то неблагополучия, стрессов, признаков депрессии, тенденции к саморазрушению. И выполняя эти элементарные опросники, доктор оценивает и по необходимости направляет ребенка либо к психологу, либо к психиатру. Мы отслеживаем скорее не уровень стресса, профессионально это называется уровень тревожности. Потому что стресс, опять же, ситуативный, вот он был, вот его нет. И человек восстановился, и это не страшно. Это просто как результат работы, такая, возможно, вот как учеба. Это работа, и это потом восстанавливаемо. А вот уровень тревожности – это результат какого-то длительного стресса. Это, да, безусловно, отслеживается. А существуют ли у психологов какие-либо методики, скажем, восстановления после стресса для детей и их родителей? Конечно, конечно. Есть медитация, релаксация, визуализация, дыхание, управление мышцами, движением. То есть очень много. И даже элементарный поход, баня, сауна, массаж – это тоже способ расслабления и выхода из стресса. Люди, которые испытывают стресс от каких-то действий сложных, им где-то отдохнуть нужно, успокоившись. Люди, которые испытывают стресс, но при этом не двигаются, им нужно подвигаться, мышцы должны выработать все те гормоны, которые уже в крови гуляют. И здесь обязательно, конечно, сон. Обязательно где-то движение должно быть на свежем воздухе. Кислород нас спасает в этом смысле. И обязательно должно быть что-то интересное в жизни. Что-то, что зажигает этот интерес, увлекает тебя. Особенно это хорошо, когда увлекается вся семья или хотя бы некоторые члены семьи имеют какое-то хобби. Тогда это просто исцеляющая сила. Футбол как средство выхода из стресса – это очень оригинальный способ. Но футбол – это сам состоит из стресса. Это такая игра, которая заводит на получение таких спорадических выброса эмоций. Как приятных, когда забиваешь гол, так и наоборот, когда пропускаешь. Конечно, надо учиться нам всем, не грузиться, не зацикливаться, выходить из этих состояний. И хорошо, как люди говорят, чем больше этих методик мы с вами будем знать, чем больше будем их применять в своей деятельности, чем больше их будут знать родители, тем будет лучше нам всем. И вот такой вот проблемы, как вот такого вот затяжного, сильного, такого пагубного эмоционального состояния, оно будет меньше у нас случаться. Хорошо. Но а если все-таки возник стресс, куда бежать? Кому обращаться? Взрослым и детям? Если это ситуация с ребенком младшего возраста, то это однозначно психологи в детских поликлиниках. Если это ребенок постарше школьного возраста, имеется выбор. Можно обратиться в детскую поликлинику, можно обратиться к психологу в школу. Также у нас в Гомеле существует Центр дружественной молодежи, подросток, в котором работают психологи на условиях анонимности. И там работают не только психологи, работают и врачи-акушер-гинекологи. Разные специалисты. Да, разные специалисты, которые к любой проблеме могут подойти комплексно, либо привлечь еще заинтересованных взрослых, которые могут помочь. Если это взрослые, взрослые люди тоже имеют всегда выбор. Это и частные центры, и психологи есть во взрослых поликлиниках. У нас есть Гомельская областная психиатрическая больница с большим диспансерным отделением, где тоже принимают не только психиатры, но и психологи. Опять-таки, частные специалисты лицензированные. Главное в себе преодолеть барьер и признаться себе, что да, у тебя есть проблема, и с ней нужно что-то делать. Вот это, наверное, самое важное. Специалист обязательно найдется. Если человек предполагает, что он находится в стрессовой ситуации, ему нужно попытаться справляться с этой ситуацией самостоятельно? Или нужно все-таки сразу искать помощи, куда-то бежать, звонить, спрашивать совета? Стоит сделать и то, и другое. Если уже вы чувствуете, что ваши ресурсы не дают результата, возможно, поискать помощь. К тому же для взрослых есть еще центр социального обслуживания нашей, территориальное в каждом районе города. Там тоже работают психологи по принципу анонимности. Вот можно обратиться туда. Можно попробовать посоветоваться с кем-то. Если уж все предварительные варианты не прошли, потому что иногда достаточно где-то дать своему организму отдохнуть, выспаться, поплавать. Вода замечательно тонизирует и приводит человека в бодрое состояние, когда он может мыслить более разумно. Семья и школа, они в состоянии справиться с разными стрессовыми ситуациями детей и подростков. Я думаю, в состоянии, если они взаимодействуют вместе. Потому что опыт школ, он настолько многогранен и настолько всеобъемлющ. Впрочем, как школа никогда не заменит доброго слова отца, матери, каких-то старших родственников. Поэтому вот если вдруг с ребенком что-то не так, то два вот этих института должны сообща. сообща помогать ребенку избавиться от этого вот пагубного состояния. Они должны обязательно попытаться это сделать. Особенно если это касается состояния ребенка. Во всяком случае, они должны попытаться уменьшить какие-то угрозы в отношении ребенка, чтобы он меньше переживал о том, что, возможно, с ним произойдет, если он не устроит кого-то из родителей или педагогов. Нужно более адекватно подходить к его возможностям. Я еще раз хочу вернуться к данным Белстата, в которых было указано, что подвиженных стресс у людей в Беларуси сократилось на 20%, а 95% опрошенных заявили, что они умеют самостоятельно справиться со стрессом, взяв себя в руки. Ритм жизни ускорился, темп ускорился, нагрузка на людей увеличилась. Поэтому, конечно, стресс присутствует. Мы отмечаем тенденцию к росту психиатрических заболеваний. Это как крайнее проявление реакции на запредельные стрессы. И я не очень верю в эту цифру, которую вы привели. Потому что все-таки есть такое понятие психосоматические заболевания. Те болезни, которые проявляются в результате длительного стресса, они тоже растут. И, наверное, выборка была не очень большая. Либо период, как говорит Ирина, был выбран, когда люди более счастливы. Может быть, их опрашивали не в пятницу после тяжелой недели, а в воскресенье утром, когда еще была перспектива отдохнуть и распорядиться своим временем. Трудно сказать. Мне кажется, последствий стресса много во всем мире, и у нас в том числе. Мне кажется, что стресс действительно набирает в нашем обществе понятие такого стресса глобального масштаба всей страны. Действительно набирает обороты. Это связано, скорее всего, с тем, что у нас поменялись ценности. То есть у нас сейчас на первое место встают опять-таки какие-то меркантильные интересы, какие-то достижения постоянно, постоянно конкурс, куда-то надо лучше всех, лучше всего сделать. Это, конечно, часто выводит из равновесия. Как вот снова перейти к старым, добрым, общечеловеческим мир, добро, счастье, семья. Вернуться к тому, что вечно. Будь, будь, вот что бы ни стряслось на этой земле, но это вечно. И именно из-за этих вещей нужно действительно переживать. Как только ребенок рождается, он рождается со своими потребностями, рождается личность. И это все надо учитывать. Будьте внимательны к своим детям. В современном мире увеличился ритм жизни, увеличилась нагрузка на каждого человека. Одни умеют справляться с этой нагрузкой достаточно быстро, у других это получается не так легко. Есть готовые рецепты, и чем быстрее мы все с вами возьмем их на вооружение, тем всем нам будет лучше. Дорогие дети и дорогие взрослые, помните, пожалуйста, всегда, что недаром вы есть друг у друга. И нет никого ближе, чем семья. Пожалуйста, старайтесь оставлять особо сильные эмоции где-то за порогом. Берегите друг друга. Детский стресс – явление, к сожалению, достаточно распространенное. Но, к счастью, есть то, что поможет ребенку перенести любые тяготы. Это мир в семье и любовь родителей. Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok